Сварочный трансформатор Но все меняется и компания Аврора берется доказать, что инвертор не только превосходит дедовский полуавтоматический трансформатор по надежности и техническим характеристикам, но и вполне может конкурировать с ним по цене. Чтобы не быть голословными, давайте проведем сравнительный тест двух устройств, которые построены на принципиально разных технологиях. Честь инверторов будет защищать Аврора Про Overman 180, самый простой аппарат в модельной линейке. За команду противника выступает этот симпатичный крепыш в желтом корпусе. Мы намеренно не называем имени конкурента, чтобы не делать ему ни рекламы в случае победы, ни антирекламы в случае поражения. Расскажем немного о технических характеристиках противников. Overman 180 работает от бытовой сети в 220 вольт, диапазон сварочных токов от 40 до 175 ампер, диаметр используемой проволоки от 0,6 до 1,2 миллиметра, скорость подачи проволоки от 2,5 до 13 метров в минуту. Режим работы на максимальном токе при температуре 40 градусов Цельсия составляет 60%. Весит аппарат 15 килограмм. Соперник рассчитан на работу в однофазных сетях, диапазон сварочных токов от 40 до 200 ампер, диаметр используемой проволоки от 0,8 до 1,2 миллиметра, скорость подачи проволоки от полуметра до 10 метров в минуту, заявленный коэффициент включения аппарата 20%, весит устройство 30 килограмм. На наш взгляд у инвертора несколько преимуществ. Среди ключевых стоит назвать его способность работать при пониженном напряжении в тех интервалах, которые обозначены производителем. Это особенно важно в отечественных сетях, напряжение в которых очень часто не соответствует заявленному номиналу. Работа инвертора стабильнее. Регулировка силы тока инверторного аппарата происходит плавно и может осуществляться прямо в процессе работы, в то время как трансформаторы регулируются ступенчато и исключительно на холостом ходу. Давайте посмотрим, как аппараты поведут себя в деле. Для первого теста снизим напряжение в питающей сети до 200 вольт. Следующая ступень – 180 вольт. 160 вольт. 140 вольт. Как видите, трансформатор требует постоянной подстройки сварочного тока, а при падении напряжения до 140 вольт нормальный процесс вообще невозможен. Но! Если бы напряжение в наших сетях было стабильно низким, это было бы еще полбеды. Но главная проблема в том, что оно скачет. Смоделируем ситуацию, при которой аппараты работали сначала под напряжением в 180 вольт. Но вот сосед по даче или по гаражу выключил свой мощный обогреватель, и напряжение за секунду подскочило до 220 вольт. Как видите, на работу инвертора такой бросок никак не повлиял. Мастер, скорее всего, даже не заметил изменения рабочих параметров. В то время как несчастный владелец трансформатора может в данной ситуации рассчитывать только на собственную реакцию. Если сварщик успеет оторвать горелку от металла, то сможет отделаться лишь парой крепких слов и временем, потраченным на переделку работы. Если же не успеет, получит вот такой результат. И большую головную боль, как исправить свою ошибку. Мне кажется, мы достаточно наглядно доказали превосходство инверторов над трансформаторами в полуавтоматической сварке. Уверен, что со временем инверторы вытеснят с рынка устаревших конкурентов так же, как это случилось в электродуговой сварке. Если вы сомневаетесь, вот еще несколько доводов в пользу инновационных технологий. Электронная начинка инвертора позволяет добиться той мягкости дуги, глубины провара и формы валика, которая нужна мастеру. Кроме того, с помощью настроек оператор может добиться снижения количества брызг. Еще одним фактом, который играет в пользу инверторного полуавтомата, является его вес. Масса Overman 180 в два раза ниже, чем у конкурента при большем коэффициенте полезной нагрузки – 60% при 40 градусах Цельсия. Они позволяют работать аппаратом на протяжении всего трудового дня. И напоследок о цене вопроса. Не буду называть конкретную сумму, но загляните на сайт www.avrora-online.ru. Уверен, что стоимость Overman 180 вас приятно удивит. На наш взгляд, это чистая победа, причем нокаутом.